Уход из этого мира марокканского мальчика Раяна, за судьбой которого следил весь мир и с нами сегодня на связи наш дорогой устаз, наш дорогой шейх Уисам Бардвиль, член Совета Улемов Духовного Управления Мусульман Российской Федерации. Дорогой устаз, дорогой шейх Уисам, скажите пожалуйста, нам верующим, нам людям, как относиться с точки зрения человечности, с точки зрения веры к судьбе одного мальчика, за которым пристально следил весь мир, переживал, читал дуа, но при этом знающие люди говорят, да мы переживаем, да мы за него молимся, да мы могли сделать все, что в наших силах, но при этом нам не стоит забывать о тысячах палестинских детей, которые ежедневно мучаются от голода, умирают, не получая медицинской помощи, сирийские дети в лагерях, в Ливане, в Сирии, в Турции, где проживают в холоде, на снегу прямо спят на голом полу, уйгурские дети, вот огромное количество страдающих детей по всему мусульманскому миру. И весь мир, как бы забывая о них, обращает внимание на судьбу одного мальчика, и потому что это превращается, вы знаете, такой пиар-продукт, который поднят в СМИ всего остального мира, и быть причастным к этому спешат многие люди. Цинично ли это звучит? Как нам не потерять человечность в этой ситуации, не забывать о тысячах и не забывать об одном? Где найти этот баланс, дорогой Устаз? Слава Усламову и все братья и сестры, на самом деле этот вопрос, мне кажется, можно использовать и в хорошем, и в плохом. Дело в том, что вот так мы устроены люди, и особенно понятие сознания как общественное, общество в целом, что иногда, когда мы слушаем цифры огромные, вот там погибло тысячи или десять тысяч, иногда, к сожалению, у нас сочувствие не такое большое, когда мы видим... Судьбу одного, одного ребенка. Особенно, когда это в деталях, когда мы видим своими глазами, слушаем. Поэтому даже понятие проблем или преступления против человечности, это не такое субъективное, а не объективное часто бывает. То есть как человечность считает преступлением, которое она почувствовала и больно, а они в размерах. Иногда где-то бывает миллион, и это нигде не признается, не обсуждается. Где-то тысячу, допустим, и вот это возбудораживает, как сказать, совесть мировой. Восбудораживает. Да. Поэтому мы видим, что в Коране такой стиль есть. Си-Вишн-Аллах, Субхан-Та-Алла, часто говорил о личности одной судьбы, одного человека. И назвали это задание и пример. Потому что часто бывает, что человек, вот у него жестокосердие возникает, погибает тысяча там, и он, начиная со временем, уже теряет сочувствие и понимание. Может быть, такие ситуации, мне кажется, оживляют. И вот судьба этого мальчика Раяна, наоборот, всех заставила плакать, переживать, чувствовать боль, потери, быть на месте родителей. Чуть-чуть пропала связь, повторите, пожалуйста, последнее предложение. Да, может быть, наше это сочувствие, когда мы чувствуем себя на месте родителей этого ребенка. Да. Все ждали, болели, плакали, когда услышали смерть ребенка. Может быть, это и возвращает, может быть, это и вернет немножко в нас сочувствие, боль. Да, мне кажется, наоборот, может быть, это и будет способствовать, если когда мы после этого будем говорить о проблеме детей на Ближнем Востоке в целом, да, в мусульманском мире, где нет защиты этих детей. И защита, может быть, иногда из-за войны или из-за проблемы политические и так далее. И вот пример этого ребенка, который, да, обращает внимание или сравнивает. Как в Палестине, если вы помните, в нулевых годах был Мухаммад Дурра, мальчик, который был убит израильскими солдатами. Там было очень много шахидов, мучеников, маленьких детей. Но вот этот мальчик, который был убит перед камерами, да, цинично, да, солдатами израильскими, он на самом деле очень поднял народ. Вот, да, вот, вот так мы люди устроены. И, к сожалению, вот мне не очень нравится, хотя мысль справедливая, я ничего не говорю, но мне не очень нравится, когда мы пытаемся бороться против этого. Говорят, не надо слушать этого, знаете, это нехорошо, это отвлекает нас. Может быть, это правильно, люди, которые так говорят, но на самом деле надо использовать это правильно, мне кажется, русло. Хорошо. Дорогой человек, можно я как бы повторю вашу мысль, которую вы выразили? Вы считаете, что человеческое сердце, оно зачастую трагедии больших групп людей не замечает. И я, кстати, вот с точки зрения психологии хотел бы объяснить, когда раскрывается трагедия одного человека, одного ребенка, этот ребенок, ну, максимально персонифицирован, он как бы как личность предстает перед нами, мы начинаем сопереживать. Это вот как в фильмах появляется главный герой, да, в драмах, допустим. Главный герой появляется, и мы как бы срастаемся с ним, живем его жизнью, живем его чувствами, болью, и это откликается в нашем сердце. Но мы не можем стать сопричастными, переживать, не то что переживать, а срастись душой сразу с тысячью, ощутить боль сразу тысячи в персонифицированном уровне. А вот, ну, в таком большом объеме, да, мы понимаем, что боль, мы переживаем, но срастись с ней, вот, чувствовать как отдельный человек мы не можем. Может быть, поэтому Аллах Всевышний в Куране и приводит отдельные примеры отдельных людей, как вы говорите. Это очень тонкий психологический инструмент воздействия на души людей. Это мало, Всевышний Аллах, Субхану Таалу. Сура Юсуф, как отправлено, это как история одного человека, судьба одного человека. Но все единогласно, ученые все говорят, кто хочет излечить некоторые болезни, связанные с печалью, с грустью, с потерей, скажем, желаний к жизни, так просто считают Сура Юсуф. Потому что вот здесь соображается одна личность, она очень сильно меняет мировоззрение человека, потому что есть одна личность. Поэтому я надеюсь, что вот история Раяна, он, да, погиб, иншаллах, ему ждет рай, иншаллах, но его смертью оживили сердца, мне кажется, миллионов людей. Иншаллах, дорогой шейх, я вас благодарю за наставление. Мы будем, иншаллах, в наших наставлениях и в беседах с людьми использовать и инструменты, и методы напоминания о тысячах трагедий, которые ежедневно случаются, и об отдельных личностях для того, чтобы затронуть струны человеческих душ и оживить сердца. Баракаллах, афекум, пусть Аллах Всевышний воздаст вам. Всех благ, салам алейкум. И мы молимся, иншаллах, за души всех уходящих из этого мира детей и страдающих, иншаллах, пусть Аллах Всевышний дарует им рае. Салам алейкум. Подпишитесь на этот канал и ставьте лайки под каждым видео. Это поможет нам в продвижении канала и доведении информации до тысяч новых зрителей.